Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Дом еще пока вот только начинает свою такую дорогу к зрителю и в свое путешествие, так что поэтому мы не можем, может быть, пригласить посмотреть, но тем не менее вот другие картины, это «Другая жизнь», «Счастливые люди», в цикле которого есть и «Поморы», и «Алтай в поисках счастья». И другие работы, в принципе, доступны, возможно, их найти в интернете, в том числе на YouTube-канале Дмитрия Васюкова. Мы поговорим, может быть, действительно на тему вот этой картины «Дом», поскольку она, мне кажется, невероятно, но сейчас стала какой-то актуальной темой, тема жизни русских за границей и эмиграции, поскольку мы видим, что огромнейшее количество людей сейчас снова покидает свою родину. И вот я не знаю, сколько этих волн уже было, ведь это можно, наверное, считать и с конца 19-го, начала 20-го века были волны эмиграции, которые уехали и увезли огромнейшее количество, в том числе вот тогда еврейской диаспоры, которая спасалась от погромов, а затем стали изобретателями, знаменитыми сочинителями музыки, песен там американского, всей американской вот популярной культуры. Да, но многие из них стали еще и революционерами. Да, конечно, нет, но я имею в виду тех, кто вот уехал, отъезжал затем, это были, конечно, волны послереволюционной белой эмиграции, потом была эмиграция, опять-таки, в 60-е, 70-е годы. Ну, Россия вообще, это история эмиграции, конечно, это безусловно, и, извините, что я перебиваю, может быть, в любом случае, удивительным образом, я сам этого не ожидал, потому что я снимал этот фильм, этот, начиная с 18-го года. В 18-м году мы проводили съемки в Париже, в 19-м году мы снимали на Аляске, я чуть позже объясню, почему на Аляске. И вот дальше шел очень такой длительный, скрупулезный монтажный период, монтажный и вообще такой, связанный с осмыслением материала, потому что документальное кино, оно же не пишется, так, знаете, сценарист написал сценарий, и вот на тебе, и по нему все сняли. Такого не бывает. Само течение жизни и существование настоящих людей, в смысле, не актеров, в кадре, оно привносит некоторые такие неожиданности, безусловно, и потом уже ты, когда уже отснял весь материал, я сейчас говорю о документалистах, ты начинаешь как бы по-новому на этот материал смотреть. Так вот, я это к тому, что, вы понимаете, да, какой длинный период от начала, от съемок до создания фильма прошел, в общем, около трех лет. И я, естественно, тогда, когда начинал это, совсем не думал о том, что к 22-му году, когда все закончится, этот фильм окажется, в общем, как-то на злобу дня, что называется. Таким современным, отвечающим сегодняшнему дню настроением людей, всему происходящему, к сожалению, сегодня вокруг. И вот как будто бы, знаете, вот, ага, все началось, опять то же самое, там, Васюков поехал, снял фильм на эту тему, быстренько смонтировал его и показал зрителю. Нет, ничего подобного, просто это так совпало. Ну, как известно, ничего случайного не бывает, вот, и поэтому тут можно сказать о том, что что-то витало в воздухе, очевидно. Какие-то вещи, которые, скажем, почему фильм называется «Дом», его можно было, в общем, назвать как угодно, там, доброта, человек человеку, друг, там, неважно. Первое название вообще было «Хроника простой любви», я так придумал такое название. Ну, действительно, это фильм о любви, но о любви к ближнему, к своему, к семейной любви, пониманию внутри семьи одной, людей. А как вообще появилась идея? Что было вот именно толчком, что именно вот эта тема, тема этой семьи зацепила? Ну, во-первых, весь мой цикл, если можно так назвать, проект, это называется «Счастливые люди». И это совсем, я начинал с того, что я снимал фильмы о нашей российской глубинке, причем не глубинке в 300 километрах от Москвы, это тоже можно назвать глубинкой, но совсем вот «Сибирь за Уралом», что называется, вот, потому что мне казалось, что там еще можно найти каких-то свободных, ну, и в прямом смысле людей. То есть, ну, вообще в России у нас, чем дальше от центральной власти, тем люди как-то свободнее и независимее. Так получается, ну, так исторически получалось. Вот. И началось это все вот с того самого. А в дальнейшем, когда я, в общем, ну, можно было продолжать тот цикл, знаете, путешествовать по разным избушкам, разбросанным в наших лесах, тайге и островах, и неважно где, и на этом как бы и закончить. Ну, это мне показалось уже темой отыгранной, что называется, мной отрефлексированной, понятой, я думаю, что и зрителями понятой. Поэтому дальше это могло просто превратиться все в клубки на путешествие, знаете. А вот то же самое, только посмотрите, вот, в Сыктывкаре или там на Камчатке или еще где-то. Конечно, наш зритель хотел бы это видеть наверняка, потому что сам он путешествует так, как, допустим, съемочная группа, все-таки, которая как-то финансируется, не может. И поэтому хотелось бы прилипнуть к экрану на диване и попутешествовать вместе со мной. Но сама тема, это о людях глубинки, она, в общем, я, мне кажется, просто я все об этом уже сказал в первых фильмах. Вот, а тут родилась эта идея совершенно случайно, просто после каких-то нескольких фильмов мне написали, вот, одна из моих героинь этого фильма, Дом, она мне прислала письмо, ну, на электронную почту с таким вопросом. Вот мы такие-то, такие-то, мы русские, живем на Аляске, никогда в России не были. Вот в вашем фильме я увидела и услышала, что один из ваших героев говорит, а это делается вот таким макаром. Я так вздрогнула, она говорит, Катя, потому что мой папа всегда так говорил. И вот с этого началась наша переписка. Я ей представил в ответном письме целую просто лекцию с выдержками из интернета и так далее, и так далее. Что такое вообще вот этот макар для русского сознания и истории, и слоганий, и пословиц, и поговорок. Макар Телят не гонял куда-то. Ну, там много было всего, я ей рассказал. Я говорю, собственно, поэтому для нашего уха русского, вот это вот, делаясь с таким макаром, это совершенно все очевидно и понятно. И вот так мы начали переписываться. И затем я узнал, что вот они живут на Аляске, и она меня все зазывала туда, снять очередной фильм о каких-то, значит, аляскинских, я не знаю, жителей, таежных жителей. Или там же, в общем, похоже на нашу природу, где-то далеко, в каких-то заимках и так далее, и так далее. И я с этим туда приехал, на Аляску. Но там я, когда начал вместе с ними там жить в их доме, этой семье, я познакомился с вот этой самой моей главной героиней, княжной Просковья Николаевна Голицыной, которая была тогда, на тот момент, где-то 94 года. И потихонечку, потихонечку в разговорах с ними я узнал всю их историю. Историю этой семьи, как они вообще оказались на Аляске, почему они Голицыны. Какой-то сюр для меня просто был сначала, поначалу. И в какой-то момент я понял, что какие там эскимосы, какие там тюлени, какие там леса или заимки. Фильм надо снимать о них. Потому что я вам скажу, что вот у нас у всех есть представление какое-то о русских людях. Какое-то такое полусказочное, полузабытое, из каких-то книжек исторических, скажем. Но тут я воочию встретил людей, именно тех настоящих русских, которые я себе представлял в каких-то таких моих мечтах, что ли. Из каких-то книжек какие-то вот картинки всплывали, знаете, из детства. Такой вот русский человек. Причем это люди, которые никогда, никто из них в России не жил ни одного часа. Это все эмигранты, вот той самой... Это все вот эти самые семья, разветвленная семья Голицыных, которые оказались в эмиграции, их предки оказались в эмиграции. Вот этот князь Голицын, отец нашей героини, княжны Просковья Николаевны, он воевал с большевиками в гражданскую войну. Он, как и многие его однополчане, скажем, из Крыма, значит, уезжали, уплывали сначала в Константинополь, там Голиополе, там многие места были. После чего оказались во Франции, без копейки в кармане, начали строить жизнь во Франции. Там родилась моя героиня Паша Просковья Николаевна. Она там поступила в русскую гимназию в Париже. То есть, получается, что и она тоже ни разу не была... И она тоже никогда, никто из них... Но вы представляете себе... То есть, вы можете себе представить, при том, что никто из действующих героев в фильме не был никогда в России, у них потрясающий русский язык. Ну, это не главное, конечно, безусловно. Но этот язык, знаете, я там где-то за кадровом тексте объясняю зрителям, потому что такой довольно непривычный для нашего уха язык, потому что, в общем-то, этот язык формировался на основе того языка, которым говорили родители Паши, нашей княжны, ещё в XIX веке, в общем. Законсервированный такой. Да, и я объясняю зрителям, что язык же претерпевает какие-то изменения, безусловно, если им пользоваться постоянно и в среде русскоязычной. Но у них он остался на каком-то таком, ну, языке Толстого, что ли, вот, может быть, вот так можно сказать. Что довольно какие-то ударения свои остались привычные для того времени. Ну, вот это довольно как-то немножко звучит для нашего уха так непривычно, но одновременно с этим и очень как-то обаятельно и как-то мило. Ну, у меня сразу возникает вопрос, а каким образом они сохранили, передавали этот язык? Были русские школы, были какая-то возможность... Ну, во-первых, Паша Просковья Николаевна, она училась в Париже, в семье говорили на русском, хотя её отец знал много языков и мать тоже, но в семье всегда говорили по-русски. В первую белую эмиграцию. Вот, вварились, конечно, в собственном бульоне русском в Париже, это всё были русские люди, и храм Александра Невского, собор Александра Невского, там постоянно были богослужения и так далее, и так далее. Вот, и затем она, безусловно, она стала говорить со своими детьми, вот, скажем, со следующей моей героиней Катей, хотя Катя родилась вообще уже в Нью-Йорке, когда они уже перебрались в Америку, причём они не просто перебрались, они бежали. То есть, в общем, эта семья, как говорит один из тоже моих героев, это вот внук Паши Миша, Майкл, он говорит о том, что вот на протяжении сто лет вот моя семья, вот как ни странно, оказывалась в беженцах, и постоянно они куда-то бежали, в том числе уже и внутри Америки, когда они жили в Америке, они бежали на Аляску. Это следующий, как бы, этап, те, кто увидит фильм, они поймут, о чём речь, я сейчас не хочу спойлерить, что называется, и рассказывать, буквально содержание, но они были вынуждены и из Нью-Йорка бежать на Аляску. По какой причине этот другой вопрос, это зрители увидят в фильме, но, поверьте, это были объективные условия. Ну, а, наверное, в Америку они перебирались из Франции во времена нацистской оккупации, да? Нет, уже после войны, дело в том, что родители моей Паши, они помогали русским военнопленным, оказавшимся в немецком плену в Европе, и всячески даже в немецкие лагеря мать Паши привозила посылки, устраивали благотворительные концерты в Париже, собирали деньги таким образом для этого, и привозили туда, ну, как-то, чтобы облегчить и жизнь русских военнопленных в лагере. Затем, когда немцы отступили, ушли из Франции, значит, там эти русские были помещены в определенный лагерь, там местечко такое под Парижем есть, Боригар, вот, но это был уже не лагерь, это был такой, ну, можно сказать, там, санаторий, дом отдыха, где они просто концентрировались, эти русские, с тем, чтобы потом уехать на родину в Россию. Ну, тут началась другая история, они, в общем, узнали, что те, кто приезжали русские военнопленные на родину в Россию, их, в общем-то, отправляли в лагеря, они попадали в заключение, вот, потому что для Сталина они были изменниками, сдавшимися в плен, вот, и вот среди этих, и дальше семья Голицыных просто стала помогать, и многие решили, что они не хотят возвращаться просто, ну, естественно, хотя все хотели вернуться, но быстро распространилась новость о том, что их ожидает на родине. И тогда... Вот ужас, из одного лагеря в другой лагеря, то есть это же просто кажется... Совершенно верно, но и моя героиня рассказывает, как она дальше с своими родителями помогала тем, кто не хотел возвращаться в Россию, помогала укрываться в Париже, потому что их начали НКВД, их агенты НКВД с помощью французской полиции, поскольку была договоренность на Ялкинском соглашении о том, что все военнопленные русские должны быть возвращены на родину, репатриированы, они стали укрывать этих военнопленных, которые не хотели возвращаться. И среди этих военнопленных, которые не хотели возвращаться, оказался будущий муж моей Проскови Николаевны. Вот такая вот небольшая такая история. И в итоге они в 50... В 46-м году они были вынуждены, потому что НКВД узнали о том, кто укрывает русских пленных, и просто им стреляли в окно, их старались вообще убить. Ее отца, Пашиного отца, князя Голицына, хотели задавить просто на машине. И, в общем, они... Это все вроде в свободной Франции. Совершенно верно. В другой стране, то есть вообще... Об этом вообще мало кто знает, но специалисты знают, но я об этом узнал, собственно говоря, вот об этих подробностях вот этой истории от своих героев, которые рассказывают об этом фильме. Хотя это просто, ну, как бы, это такой же международный терроризм, то есть организация официальная одного государства на территории другого государства появляется граждан того государства убить. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, тогда надо понимать, что тогда была очень сильная коммунистическая партия, французская, и вообще тогда русская армия считалась освободительницей Европы, и она, и Сталин, конечно, на этой волне обладал большой властью, и в Европе тоже, ну, как всем нам известно, после чего там заключился уже Варшавский договор, страны Восточной Европы, как бы не вошли, конечно, в состав Советского Союза, но, во всяком случае, были его сателлитами и так далее. Вот эта вся вот история, она вот касается этой семьи. То есть через эту семью можно изучать историю? Безусловно. Безусловно. Поэтому какие там тюлени, слушайте. Да, конечно. Когда такая история перед глазами, живыми, в общем, очевидцами, свидетелями. Ну, послушайте, ведь Парскове Николаевне, вот вы говорили, 94 года была на момент съемок. Да. А сейчас, кстати, она... Она, к сожалению, в 21-м году она скончалась. Ну, вот просто вот насколько человек... Мы знаем, что, конечно, есть уникальные вот и долгожители, и люди, которые сохраняют там и ясность ума, ну, то есть вот насколько она вот была свидетель... Ну, вот могла... Адекватно это все? Да, вот. Я поражаюсь вообще этому человеку до сих пор. И вообще спасибо судьбе, можно так сказать, что она повстречалась мне на пути жизненном, потому что я о ней, безусловно, никогда не забуду. Это одна из, я думаю, самых ярких встреч в моей жизни с таким человеком. Поразительный и ясный ум, юмор. Какие-то молодые, совершенно несвойственные этому возрасту реакции на вопросы, воспоминания, какие-то шутки, может быть. У меня своеобразный юмор, но то, что она помнит, это просто потом... Я просто проверял еще, может быть, действительно, я думал, что мало ли, может быть, в таком возрасте что-то подзабылось, что-то исказилось, может быть. Нет, нет. Я потом это все уточнял и проверял. Она просто энциклопедия, вот историческая энциклопедия, во всяком случае, тех событий, которые проходили на ее жизни, на ее памяти. А вот я еще хотел сказать по поводу того, что почему-то именно те русские, которых я думал и мечтал встретить, Катя, ее дочка Просковья Николаевна, она уже, казалось бы, родилась вообще в Нью-Йорке. Но она до семи лет не говорила по-английски вообще. И один из моментов, где она там рассказывает о своей жизни уже, о перепятиях своей тоже не менее драматической жизни, которая в следующих сериях развивается и фильма, она замечательную такую фразу сказала. Она говорит, то, что я вышла замуж за американца, мне это совсем не мешало. Но когда, говорит, дети мои родились, я никак не могла с ними говорить по-английски. Она говорит, для меня было удивительно, что русский – это какой-то для меня язык души и сердца. И эти дети, я прямо чувствовала, что они не были бы мне столь близки и такими родными и близкими, как в том случае, как если бы я с ними говорила по-английски. Это просто для меня, меня это ошарашило. И я дальше уже в фильме пытаюсь, начинаю пытать сына Катинова, Майкла, что значит язык души и сердца русский, что значит вообще быть русским. И он дальше начинает отвечать на вопросы, ну, сначала шутя, а потом уже более глубоко. Он говорит, ну, во-первых, говорит, мои друзья американцы, говорит, ну, Миша совсем уже американец. Он больше, конечно, уже по-английски говорит, чем по-русски, хотя по-русски тоже хорошо. Вот. Он говорит, мои друзья американцы меня спрашивают, ну, ты так говоришь, потому что ты русский. Он занимается компьютерами, вообще технологиями. Он говорит, и я задаю его вопрос, ему прямо в кадре, а как это так? Он говорит, ну, например, шутки о смерти. Он говорит, американцы вообще не понимают, как можно шутить о смерти. Говорит, а для русского это так близко, и, в общем, ничего особенного, и столько абсурдного есть об этом, что сказать, что рассказать, и анекдоты, и так далее, и так далее, что для меня это как-то совершенно понятно и очевидно, как-то органично это всё происходит. Вот русский. Но одновременно с этим он говорит, что с теми русскими, которые сейчас там живут на Аляске, ну, там, скажем, в Энкредже, ну, в каких-то городишках на Аляске, там много русских, действительно, которые приехали уже в новейшее время. Он говорит, я обычно с ними не общаюсь. Когда я слышу русскую речь в магазине, я не подхожу. Я говорю, почему? Он говорит, да они жалуются без конца. Вот что с ними как-то не так поступают, что-то несправедливо, им что-то не додали, как-то всё время ищут какие-то, они всё время обижаются на что-то. Говорит, а тех русских, которые я помню, говорит Миша, там, Джордан Вилли в монастыре, там, и так далее. Я помню совсем других русских, я на это с ними вырос, те, которые никогда ни на что не жаловались. Они принимали всё как есть. Говорит, дали это хорошо, ну, как-нибудь, значит, устроимся. Не дали, ну, ничего страшного. Вот для меня русские, говорит, человек, это именно те русские, а не вот сегодняшние, которые приезжают как бы устраиваться. Ну, и Прасковья тоже в фильме говорит, Прасковья Николаевна о том, что про разные волны эмиграции. Говорит, наша эмиграция, белая эмиграция, первая эмиграция, как считается, во Франции, мы никогда не просили никакого подданства другого французского. У нас были нансеновские паспорта, то есть, это человек без родины, но у нас в нашем круге, говорит, считалось шкурничеством, если ты взял чужое подданство, потому что все мы мечтали о возвращении в Россию. Понимаете? Разные волны... Все это как бы временное, да? Они рассматривали свое как временное. Безусловно, безусловно, конечно, конечно. Они все мечтали вернуться в Россию. Очевидно, и сейчас сегодняшняя волна, они тоже, вот, как ни странно, перескакивая через эти волны между первой эмиграцией и сегодняшней. Вот сегодняшняя волна эмиграции, она очень похожа на первую, именно, по ощущению, по настроению людей, тех людей, которые просто хотят пережить и остаться людьми в том хаосе и ужасе, который сегодня в России наступил. Я вот, кстати, вот говоря, ну, общаясь как-то и с Антоном Долиным, поймал себя на мысли, что это, в принципе, волна тех, кто ведет себя с достоинством и ничего не просит у тех, кто приютили. То есть, вот, как вы сказали, что дали это, спасибо на этом, но, как бы, мы можем, ну, не дали, но, значит, мы сами как-то будем стараться. То есть, это не экономическая эмиграция, которая ищет какого-то... Вот как моя Паша и говорит в фильме, что, а следующие волны после наших, им главное устроиться было такое. Но это совсем, говорит, другие люди, тем, которым надо устроиться. Вот, поэтому сегодняшняя эмиграция, она довольно уже велика, она очень похожа на ту первую, этим. А вот, получается, сколько поколений из Голицыных оказалось, вот, живут сейчас на Аляске, и вот у меня сразу вопрос, вот это, он не теряется ли, ну, вот, то есть, не получается ли так, что все-таки с каждым следующим поколением что-то уходит, что-то теряется и становится более все-таки американцами? – Безусловно, теряется, конечно, здесь без потери не обойтись, но слушайте, значит, вот, пока Паша была жива, это было одно поколение, Катя – это второе поколение, ее дочь Миша и Алеша, Катиной дети – это третье поколение, и у Алеши, и у Миши свои дети, это четвертое поколение, у Алеши вообще семь детей в семье, семь детей. Все они названы русскими именами, последнее, которое родилось, была Надежда, Надя, в общем, у всех у них русские имена, да, они уже в меньшей степени владеют русским, как их родители и дедушки, бабушки с бабушками, но приходят учителя русского языка в семью, Миша, допустим, в большей степени хочет, чтобы его дети, там, Лили и Федор, который недавно родился, знали русский, читая им русские книги, Лили уже, вот, когда мы снимали, ей было три-четыре года, она все понимала по-русски, но не могла еще по-русски говорить. Сейчас уже, там, через три года, ей уже семь лет, там, скажем, вот, она уже, вот, мне Катя пишет, что она уже начала говорить по-русски, уже начала говорить по-русски, несмотря на то, что понимала она его всегда. Удивительное дело, я помню, когда я там был, эта маленькая Лили, она, ну, мама не понимает ее, она американка чистая, не знает русский, а отец, Миша, естественно, знает и с ней говорит по-русски. И как-то они были в гостях у каких-то русских на Аляске, и там Лили встретила своего, такого же возраста ребенка, который не знал даже английский, он только по-русски говорит. И тут они начали говорить, то есть он, этот ребенок, начал Лили что-то говорить по-русски, она аж подпрыгнула, побежала к маме с папой и по-английски им говорит, вот этот мальчик, она кричит, он говорит такие же слова, которые я понимаю, как мне бабушка говорит. Она так была удивлена, что она думала, что это какой-то неизвестный и несуществующий язык, известный ей только в общении с ее родными. То есть как бы тайный язык, да, вот получается. Какой-то такой совсем секретный язык. И тут она встретила мальчишку там своего возраста, который начал говорить с ней по-русски. И для нее это было просто шок вообще. Она была в какой-то радостной истерике от этого. Это очень приятно, это очень хорошо. Слушайте, вот вы рассказываете, я ловлю себя на мысли, я же историк-архивист по образованию, и когда вот я уже заканчивал там аспирантуру, это было там конец 80-х, начало 90-х, очень распространилась устная история. И как раз вот я просто ловлю на мысли, вот тогда было по ветре бросались, искали людей, вот тоже уже, ну это называлось, может быть, немножко цинично, уходящая натура. Ну вот между собой говорили, что эти люди вот, ну вот надо успеть просто попытаться с ними переговорить, чтобы все, что они помнят. Вот мне повезло. Вот мне повезло в этом смысле. И вот потому что, ну вот мы как раз обсуждали, говорили, что в принципе, вот мы архивисты, мы знаем, что да, архивы, но архивы не могут сохранить какие-то вообще детали человеческого, вот какие-то вот очень бытовые человеческие детали, которые могут рассказать об эпохе гораздо больше, чем там тонны официальных документов. Совершенно верно. И вот в частности, там был вот просто пример, мне приводила моя сокурсница, она говорила с женщиной, которая была свидетельницей вот октябрьского переворота или революции, она говорила, что ее поразило вот следующий день после вот этого улицы заплеванные шелухой от семечек. То есть никто не убирает, все дворники ушли. Вот она говорит, вот эта деталь ее поразила, потому что она говорит вот о том, что случилось в стране гораздо яснее, чем какие-то официальные документы. То есть вот это то, что память человеческая успевает запечатлеть. Да, я пытал свою Пашу, Просковью Николаевну, что она помнит из рассказов отца, который, собственно говоря, был курсантом Александровского училища и, собственно, он был участником обороны Кремля в Москве от большевиков в 17-м году. Он был совсем юным. Потому что в Москве там как раз оказали сопротивление большевиков. Да, в отличие от Питера. Да. Но вот она, поскольку она не могла мне об этом рассказать, это значит, что отец, наверное, ей особо и не говорил и не рассказывала об этом. Единственное, что она помнит, она говорит, что у всех было такое ощущение, что это что-то типа уличных беспорядков. Таких-то таких. Вот именно, ну, какие-то пьянчуги, просто, ну, какое-то, вот именно хулиганье. Хулиганье. Вот это она помнит, вот ей отец говорит. Потому что, поэтому серьезного какого-то такого отношения в первые буквально недели к этому не было. Понимаете, это не называлось никакой, ни революцией, ни восстанием, ничего этого не ощущалось. Просто какой-то, какой-то беспорядки, которые достаточно двух, там, трех городовых выставить, и все это кончится. И потом это только стало нарастать. Только потом. там, ну, слушайте, если бы, если бы. Ну, это поразительно, конечно, наверное, вот дотянуться до истории, вот через буквально одно-два поколения, и вот попасть... Прикоснуться к этому, да. Это, наверное, вот дорогого стоит. Потому что, ну, вот у меня знакомый, который работал сейчас в Солженицынском центре, тогда в фонде русской культуры, он ездил как раз, пособирал архивы русской эмиграции, он как раз очень много общался с людьми, вот теми, вот кого уже буквально вот не стало сейчас уже, и он как раз, конечно, был, вспоминал эти дни, вот в 90-е, в нулевые годы, о том, сколько удалось сохранить еще, успеть. Ну, да. Ну, вот видите, и для меня, и для вас, тем более специалиста, архивиста, и так далее, это все, как бы покрывалось таким, такой, такой вот этой архивной пылью, какой-то такой, это немножко какое-то такое там, ну, в ящичках где-то там хранится, какие-то карточки, какие-то листы, пожелтевшие об этой истории, она уже давно куда-то ушла, это мы уже, но один из эпизодов в моем фильме, например, говорит об обратном, потому что это как раз потомок известных русских публицистов и историков такой Струве, вот, он у меня в фильме, вот этот Даниил Струве, это отец, это сын Никиты Струве, который в свою очередь, по-моему, внук того Петра Бернгардовича Струве, там, сподвижника, а затем врага Ленина. Ну, практически основателя, можно сказать. РСДРП, да, так вот, у меня есть эпизод встречи моего Миши, вот этого Пашиного внука с этим Струве в Париже, и вот этот вот Даниил Струве говорит о том, что для многих россиян, безусловно, вот эта история большевизма 20-х годов, гражданской войны, она какая-то очень далекая, потому что после этого очень много всего происходило в России и так далее, она какая-то такая именно запылилась в архивах, но, говорит, для нас, живущих, русских, живущих, в общем, не на родине, хотя он родился в Париже уже, этот Даниил Струве, для нас она очень близкая, говорит, и родная, потому что потому что вот эти вот эмигранты 20-х годов, это первые белые эмиграции, они для нас очень близки, мы живем их пониманием жизни, и до сих пор мало кто там различает, допустим, Советский Союз и Россию, например, вот эти вещи, в этих вещах до сих пор многие, говорит, путаются, вот, а для нас она, как будто вот эти 20-е годы были вот только сегодня, и вот у меня в фильме он об этом говорит, и это действительно так и оказывается, что это наиболее, это приближает те события к нашему сегодняшнему дню, а вот что-то сегодня происходит, это еще больше приближает. Я напомню нашим слушателям, Дмитрий Васюков, режиссер-документалист, вот автор фильма Дом и вообще вот проекта Счастливые люди, где фильмы Год в тайге, Енисей, Другая жизнь, Поморы, и вот каким образом удалось найти вообще финансирование на этот проект, потому что пять серий, вот каким образом удалось вообще собрать вот эти материалы, ведь я понимаю, что это не только съемки, которые производились, но и наверняка должны были быть какие-то архивные фотофотографии, там может быть, что-то... Это каким образом удалось... Ну, во-первых, у меня есть там мой сайт, где я немножко своим почитателям, поклонникам, всем, кому я интересен, скажем, рассказываю о том, что я собирался делать, что я буду делать. Много людей присылают ну, донаты, пожертвования, благотворительная история. Васюков.нет, да, там это... Васюков, совершенно Васюков.нет, ну, и на Ютьюбе, вот на моем канале это можно сделать, и все это увидите, узнать. Я старался, в общем, как-то принципиально не касаться помощи государства. Вот. Потому что... Ну, неважно, почему, в общем... Я думаю, что это даже понятно всем. Да, 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 я думаю, что это понятно всем. Вот. И в дальнейшем, когда то, что я делал, в общем, как-то людям понравилось, и появились, собственный зритель появился, это понравилось в том числе и тем, у кого были деньги, те деньги, которые уже так серьезно могли мне помочь продолжать работу над фильмом. в частности, в частности, один из них, такой, Андрей Новицкий, он есть в титрах, гениальный продюсер, в общем, для картины. Без его финансовой поддержки этот фильм бы не состоялся точно. Вот. поэтому я могу сказать в частности о нем, что спасибо ему большое. Причем он это делает совершенно... Я каждый раз спрашиваю, Андрей, ну, ты мне объясни, может, тебе что-то взамен нужно? Он говорит, ничего не нужно, мне нужно, чтобы ты снимал фильмы, больше мне ничего не нужно. Есть такие люди? Есть. Главное, мне кажется, тут нет рецептов, где найти деньги, но мне кажется, здесь есть единственный рецепт, как сказал мой хороший приятель. Он говорит, ты работай, а деньги тебя догонят. Прекрасное кредо, мне кажется, действительно по жизни для творческого человека. А вот, что касается фотографий, видео, каких-то архивных документов, вот насколько удалось семье сохранить что-то из... Это удивительное дело, просто удивительно, насколько большой архив они сохранили, как будто знали, что когда-то приедет такой Васюков, и это ему все понадобится. Плюс ко всему, самое главное чудо, которое вообще произошло во время съемок, именно во время съемок, это то, что уцелела кинопленка восьмимиллиметровая кинопленка, снятая еще какие-то 50-е годы одним из членов семьи, кстати говоря, член семьи был правнуком Льва Николаевича, внуком Льва Николаевича Толстого, Иван Михайлович Толстой, он увлекался фото и кино съемками, и он для себя, для семейного пользования снимал какие-то вот видеокусочки, и эти видеокусочки я нашел во Франции у одного из их родственников, который мне их передал, шесть коробок пленок этих, я их в Америке перегнал на видео, и много из этого документального архива, уже киноархива, использовал в фильме, я даже не знал об этом. Ну и таким образом это вот, как в истории говорят, введено в научный оборот, то есть эти вот кадры, которые хранились просто в коробках, просто лежали где-то в пыли, в той же самой архивной пыли, лежали в коробках. Они стали сейчас доступны. Они вдруг всплыли. Так что, ну это просто я был поражен, насколько, ну слушайте, фортуна, конечно, бывает фортуна, но фортуна все-таки выбирает того, кто более ее достоин. Скажем, я был в тот момент достоин этой фортуны. А вот это доверие действительно сложно ли было завоевать, потому что я представляю себе, насколько, ну, вот семья, которая избежала там покушений, которая, ну, многие посмеивались, говоря, что вот там, как в дешевых, там, голливудских фильмах, там, злое КГБ гоняется за тобой, но ведь, простите, известная история возлюбленная Маяковского, которая родила, она боялась, ну, эту историю кому-то рассказать, потому что она действительно боялась того, что этого ребенка могут похитить или ее убить, ну, вот потому что это дочь поэта, который является, там, первым поэтом Советского Союза. Глашатая. И вот это, ну, действительно, в людях сидел страх, то есть они очень боялись. Ну, страх сопутствует в России, страх сопутствует уже многие десятилетия, если не столетия, все почти держится на страхе. Вот, причем это касается не только советской истории, это и до советской истории касается. С помощью этого страха легче управлять, такой огромный страной. Безусловно, ничего, к сожалению, другого не придумали. Им кажется, что если не будет страха, то страна развалится. Но вот сейчас она и в страхе, и боюсь, что развалится. А вот как вы добились этого ввиду тех, кто были героями вашего фильма? Ну, все очень просто. Просто надо самому доверять и смотреть в глаза, слушайте, и этого достаточно. Ты, когда сам начинаешь как-то себе не верить и кривить душой, человек это чувствует всегда напротив сидящий, всегда чувствует. Как бы ты не был любезен, поэтому вот очевидно, вот на этом это и было основой доверия. Будем надеяться, что фильм «Дом», вот когда станет доступен, можно будет посмотреть его обязательно, всех приглашаем. Дмитрий Васюков, режиссер-документалист, автор проекта «Счастливые люди», документального цикла сегодня был в нашей студии. Спасибо вам огромное, спасибо вам, до свидания. Радиоболтком